Мы можем поговорить с человеком, спросить. Нет, я буду слабо с ним в стране. Он чувствует слабость. Симулятор Body Interact показывает пациента, которому стало плохо. Ситуаций, заложенных в симулятор, несколько. Есть пострадавший в ДТП, мотоциклист переломами, беременная женщина, пожилой человек. Задача для будущих врачей – узнать у виртуального пациента, что случилось, и назначить лечение. Чтобы оценить правильность действий, присутствие преподавателя не требуется. Система проводит дебрифинг и покажет, что сделано не так. Давайте представим, что этого ничего нет. И молодой врач, приходя в клинику, через какое-то время ассистирование, он должен выполнить на пациенте реальную, высокотехнологичную и сложную процедуру. Наверное, даже психологически будет небольшое волнение, скажем так. И вот чтобы этого волнения было меньше, а голова работала быстрее, увереннее чувствовал себя специалист и помогает симуляционная техника. В соседнем кабинете симуляционного центра РЯСГМУ учатся хирурги. Первые занятия простые, нужно сложить башню из спичек, получается не сразу. В артероскопической хирургии сейчас общая хирургия занимает достаточно большое место, поэтому это как бы даже не обходилось. Совсем другие ощущения, а потом это как руками. Работаешь как своими пальцами, и все ощущается, начинается. На артероскопическом симуляторе учатся проводить операции на коленном, плечевом, тазобедренном суставах ангиоментор для проведения рентгена эндоваскулярных диагностики и лечения. Данный модуль у нас это стеноз подвздошной артерии. То есть в данном модуле это артернаторы нашей кафедры. А здесь задача, надо сначала выполнить аортографию, определить уровень стеноза и, соответственно, исправить. Стеноз – это сужение артерии, которое вызвано атеросклерозом. И чтобы, соответственно, этот стеноз убрать, в данное место стеноза надо поставить стенд, либо расширить это место баллонами. На симуляторах тренируются оказывать неотложную помощь. По новым требованиям такие навыки должны быть у всех выпускников ВУЗа. Мы страхиваем его за плечи и спрашиваем, что с вами, вам нужна помощь. Ответа мы не получаем, мы видим, что пациент моргает, стонет, но у него есть экскурсия в родной клетке. Кроме того, симуляторы помогают готовить УЗИ диагностов. Они получают возможность изучить самые разные болезни, при этом не посещая больницу. В базе несколько тысяч снимков реальных пациентов. Врачу нужно только научиться ставить датчики, провести осмотр и подтвердить диагноз. Будущие реаниматологи учатся делать реанимацию новорожденным стоматологам и лечить зубы. Новое оборудование – важная ступень по подготовке специалистов, считает ректор Рязгому Роман Калинин. Средства на покупку современных симуляторов – более 100 миллионов рублей. ВУЗ получил в конце прошлого года из Минздрава России.